Так, ну что, всем привет. Меня зовут Андрей Солнцев. Я приехал из солнечной Эстонии. Я много рассказываю про флейки теста. Это уже мой третий доклад на эту тему. Первый был здесь же населением Кампи два года назад. В нем я рассказывал про… Ну, просто приводил какие-то примеры, рассказывал в целом, почему эта проблема важная, как подготовить себя к ней, то есть там как логи собирать и все такое. Видосики, скриншоти и так далее. Как провести профилактику. Кто был на том докладе или видел его как-нибудь? Ага, интересно, довольно мало, да? Где-то, не знаю, 10% аудитории. Ничего себе. Очень советую его потом посмотреть, потому что, ну, как бы там было лучше, чем сегодня. Второй доклад я показывал год назад в Минске на Делексе. Там я больше сфокусировался на анимации, на флейке тестах, которые падают иногда из-за чего-то движущегося. Кто видел его? Еще даже меньше? Ну, удивительно, хорошо. Тогда мы с вами сегодня будем как в первый раз. Значит, сегодня я сконцентрируюсь на третьей тематике. Ну, в этом плане не бойтесь. Все три доклада, они, в общем, независимы друг от друга. Их можно смотреть по отдельности. Они разные темы раскрывают. Но для полноты картину, конечно, советую все изучить. Сегодня больше сконцентрируюсь не на визуальных вещах, а на логических вещах. На порядке, в котором происходят вещи. В тестах, в приложении. И как из-за этого неправильного порядка получается часто флейки теста. И в конце, если успеем, надеюсь, показать какой-то общий метод, как вообще в принципе решать флейки тесты и как их изучать. Итак, что такое флейки тест? Все, наверное, знают. Кто не знает, что такое флейки тест? Кто не знает? Очень мало рук, да? Хорошо. Флейки тест — это или моргающий тест. Это тест, который иногда падает изредка. Это самая большая боль, потому что он был зеленый-зеленый-зеленый, а раз, сегодня красный. Хотя вроде ничего не меняли в коде. В прошлых презентациях я рассказывал, почему это огромная проблема на самом деле в целом для нашей индустрии. Вы тратите много времени на их изучение постоянно. Вы из-за них можете пропускать реальные баги. И может быть самое… Да, я многое рассказывал о том, что часто флейки тест на самом деле означает, что там внутри изобилитей еще есть. Но об этом я в предыдущий раз рассказывал. И самая, может быть, большая проблема с тем, что в целом у команды и у компании теряется доверие к тестам. Тест где-то покраснел. Это должно в нормальной ситуации… Это должно означать, что все ломанулись его исправлять. Ой, проблема, ой, у нас что-то сломано. На практике тест покраснел, все такие, ну, наверное, что-то моргнуло. Давайте-ка не будем подрываться, посмотрим, что дальше будет. Это самая большая проблема. То есть это иллюстрирует очень хорошо моя любимая картинка. Когда приходишь ты такой утром на работу, там всю ночь гонялись тесты, и ты такой, ой, там что-то 30 тестов упало, там надо поизучать. И все знают, какое матное слово там за шифрону? Да. Все-таки, ну да, почему перезапущу? Авось позеленеет. И да, там некоторые из них зеленеют, некоторые другие краснеют. Ты такой, ну это не считается, они же были зеленые. Начинает изобретать какие-то способы, чтобы перезапускать какие-то тесты отдельной проверки и так далее. Ну, в общем, это все ужас. Это я уже много рассказывал. Сегодня мы поговорим о той причине флейканутости тестов, о порядке вещей. Что и в каком порядке запускается. Я приведу несколько живых примеров из моей практики с какими-то решениями, кое-какие видосики даже будут. Но для начала разберем абстрактный пример, очень простой, ну банальный. Вот у вас есть тест. Или у вас есть приложение, как вы его протестируете? У вас есть кнопочка сохранить, вы ее кликаете, появляется надпись сохраняю, на ней кнопочка окей. Вы нажимаете эту кнопочку окей, надпись сохраняю пропадает. Банальный простой пример, да, вот как это протестировать. Я, конечно, примерно селениды буду проводить. Банально, чтобы кнопочку кликнуть save, вы кликаете ее, чтобы подождать, что появилась надпись сохраняю, а она может появляться не сразу, ну, с какой-то задержкой. Ну, простые смертные пишут там new, fluent wait, selenium driver, там точка, wait until is present availability, да, вот это все. Ну, как бы нормальные пацаны пишут гораздо короче. Вот, и так что читается хорошо, все понятно, да. Потом там появилась кнопочка окей, ты ее кликаешь, причем все понимают, да, что селенид тут ждет, пока она реально появится. То есть если она появится чуть позже, он дождется, и тогда кликнет. То есть тут все красиво, не нужно забивать себе голову проблемой. То есть вот настолько селенид решает проблемы флейки тестов, когда они вызываются тем, что что-то чуть-чуть не сразу подгружается. Тут все решено, все красиво. Но, да, ну, это я уже сказал, да, что вот у такого кода у селенидовского есть масса преимуществ, вам не нужно писать new, wait, until, чего-то там, оно все само в коробке работает и решает львийную долю флейки тестов, да. Все круто, казалось бы. Но вот осталось, если здесь 10% флейки тестов, которые меня как бы интересуют больше всего, которые селенид так просто за вас не решит. С ними все сложнее. Чуть-чуть усложняем эту задачу. Вот та же самая задача, только вы кликаете сохранить, появляется надпись сохранить, и она горит несколько секунд некоторое время и сама пропадает. Это же нормальная ситуация. Кликнули, она такая, сохраняю, бррн, исчезла. Вот как проверить это? Как протестировать это в тесте? Самое банальное, что напрашивается, вы кликните кнопку save, да, вы ждете, пока она появится. Селенид тут умно ждет. Вот-вот появится, появилась, он такой, ок, появилась. И ждете, пока она пропадет. То же самое можно писать, там, shoot not be visible, например, да, аналогично. Все то же самое. Вот какая проблема с этим тестом? Что может пойти не так в этом тесте? Ждать слишком долго? Не то, чтобы это самая большая проблема. Вот слишком быстро, да, совершенно верно. Представим себе вариант. Есть, на самом деле, масса вариантов, как это может упасть. Например, вариант, когда тест сравнительно медленный, а браузер сравнительно быстрый. Вот это вот сравнительно медленный и быстрый, это идет на считанные миллисекунды. Даже, ну, меньше. Ну, то есть это очень все быстро, глазом не заметите. Но по факту вот сегодня браузер чуть шустрее. И получается так, вы кликаете кнопку сохранить, появляется надпись сохранить, и она уже успевает исчезнуть. Вот сегодня браузер очень быстро отработал. Или тестовое приложение, да, очень быстро отработало. А тест только-только дошел до этой строчки. И он такой говорит, жду, пока появится надпись. Такой, жду, а ее не появляется. Потому что она уже появилась и исчезла к этому времени. И он такой, жду, 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 до 4 секунд, до таймаута ждет и падает. Говорит, а надпись-то не появилась. Вот элементарный случай, с которым ни сили нет, никто другой вам в принципе никогда в жизни не поможет справиться. Это просто логический порядок теста такой. И это никак не решить. Это вопрос, который мне миллион раз задает постоянно. Как мне там проверить баннер, что появился, не появился? Никак, блин. Ну, правда, все, никак. Я разовью это чуть больше. Второй вариант, когда браузер наоборот, немножко медленный. Ну, на самом деле, самый банальный и распространенный вариант. Кликнули кнопку, клик. Тест проверяет, что надпись появилась. И она такая медленно, с задержкой, но появилась. Тест такой, хорошо, я доволен. А теперь ждем, пока она пропадет. А она, допустим, пропадает долго. Ну вот прошло больше, чем 4 секунды, и только тогда она пропала. Самый банальный вариант. Да, ну, долго сохранялся файл. Что-то там притормозили микросервисы, там на кубернетес их еще не залили. Ну, и этот тест банально падает по таймауту. Говорит, что в течение 4 секунд она так и не пропала, я упадаю. Ну, это самый банальный тест. Люди часто сталкиваются с этим, говорят, ну ладно, я готов пойти на компромисс, я хочу сделать тест стабильным. Мне, допустим, на самом деле вот эта проверка не так уж важна. Мне главное проверить, что надпись появилась, а вот то, что она там пропала, ну фиг с ней. Ладно, если это сделать мой тест стабильным, ради бога, хорошо. Вот, удаляем эту проверку, и что случится? Ничего, это никак не поможет, совершенно верно, потому что наш первый кейс точно так же будет падать. То есть, на самом деле-то я не шучу, люди очень часто так делают, чего-нибудь там где-нибудь меняют или стирают, не подумав заранее наперед, что на самом деле это не поможет. Другой компромисс, они говорят, ну ладно, мне вот эта проверка не очень важна. Я пофиг, что она там появилась, не появилась, главное, что она исчезла. Вот это важно, потому что тогда она не будет дальше мешать каким-то дальнейшим проверкам. Отказываются от этой проверки и точно так же не понимают, что на самом деле это тоже может не помочь, потому что представим, что мы кликаем, представим, что надпись сохранить, браузер медленный или приложение медленное, и надпись сохранить появилась вот там, уже после этой строчки. И можем даже представить себе, что она потом и не пропадет, потому что там реально бага. Она не пропадает, вот эта бага, и она перекрывает все остальные элементы, и юзер ничего там дальше кликать не может. А что тест? Тест на самом деле будет зеленым, потому что вот в этом месте она проверяет, что надписи нет, а ее и нет еще в этот момент. Ее пока еще и нет, она появится чуть позже. Он проверяет, надписи нет, нет, все хорошо, тест зеленый, но на самом деле он не находит настоящую багу. Вот, вопросики, непонятки, помидоры из зала. Что? Тредслип, вот, отлично. Тредслип здесь тоже не поможет. Ну, точнее, он может создать даже новую проблему. Итак, вернемся к вопросу, как вот этот банальный простенький пример, как его надежно проверить? Неправильный ответ. Никак. Вот никак, вот убейтесь. Разница вся в том, я подвожу к вам свои главные мысли, разница вся в том, что вот между этими двумя кейсами, где мы кликали сохранить и потом кликали окей, и она пропадала в результате нашего действия. И это был тест, который пишется легко и он надежный. И разница с этим примером в том, что надпись пропадает не в результате нашего действия, а сама. В результате там время прошло или что-то сохранилось, где-то, чего мы не контролируем. И этот тест надежно написать невозможно. Так, чтобы он стабильным был всегда. То есть вот вся разница. Вот эти действия мы делаем, мы контролируем, а это действие мы не контролируем. Все, тест надежный, тест ненадежный. Это надо понимать. Мы дойдем до более-менее реальных примеров, где можно это как-то решить. Какой тест вообще не писать? Сейчас будет пример, где я нашел более-менее выход из похожей ситуации. То есть суммируя более общими словами, очень важно понимать, что в любом тесте должна быть такая структура. Акт, ассерт. Мы что-то делаем, кликнули кнопку, проверим, что что-то изменилось. Снова что-то делаем, что-то кликнули, что-то ввели, нажали, проверим, что что-то изменилось. Это очень важно. Делаем, проверяем, делаем, проверяем. Это очень важная структура. Только такой тест может быть в принципе надежным. Ну, все понимают, что ассертов, конечно, может быть несколько, но это не важно. А в UI-тестах считается еще как бы нормальной практикой. Но если в UI-тестах один акт ассерт, то в UI-тестах часто бывает много. Ну, типа сценарии идут по страничкам, тра-ля-ля. Но важно понимать, что вот этот range-акт ассерт, вот этот принцип, он не на весь тест распространяется, а он на каждый шаг. На каждый шаг. На каждом шагу важно не забывать этот принцип. Пример. Пример. Сейчас покажу видосик. Автосохранение. Я люблю сохранить видосик из тестов. Так, тут заполняется длинная и сложная форма в этом тесте. Наверное, ее не нужно полностью вникать. Я прокомментирую, где какое место важно. Форма заявки на ипотеку, она состоит из пяти шагов. Сначала тест заполняет несколько предыдущих шагов. Это неважно. Он их все заполняет, тра-ля-ля, тра-ля. Доходит до предпоследнего шага, четвертого. Вот, здесь важно. Это пример абсолютно реального теста, который был в флейке. Который вот обычно был зеленый и изредка раз в месяц, может быть, падал. И вот сейчас показываю, на каком шагу он падал. Он доходит до этой четвертой странички и, как видим, он заполняет поля. Как это? Женат и не женат, там и образование, да? Вот, как видим, он их заполняет. Это я сейчас очень сильно замедляю, этот тест. Это тест замедленный примерно в сто раз. Видео построим с реальным тестом, да? Вот. Ну и мы видим, что вот он заполнил, да? Вот. Нажимает пятую кнопку, и она должна сделать автосохранение. Она на фоне сохраняет как бы все, что он до сих пор заполнил. Нажали, тут видим, что что-то захороняем. И дальше смысл теста в том, чтобы залогиниться заново этим же клиентом, сделать рефреш, да? И убедиться, что там все это заполнено, что автосохранение работает. Вот в этом был смысл теста. Автосохранение проверяет. И вот он, значит, заходит заново, смотрит, что первая страничка заполнена, вторая заполнена, третья заполнена, все хорошо. А до четвертой доходит, а она не заполнена. Он как будто и не был женат, да? Вот. И спрашивается, а куда пропало-то? Куда все мои 30 лет брака-то исчезли, да? Почему? Как бы что случилось? Почему автосохранение на той страничке не сработало, да? Ну и тест, соответственно, падает, потому что вот он не может пройти до конца, да? Страничка не валидируется. Давайте еще раз медленно просмотрим тот момент, когда происходило автосохранение. Еще замедленнее. Вот мы были на четвертой страничке. Вот это место, где мы сохраняем, заполняем, точнее, статус его и образование. Нажимаем кнопочку 5 и запускается автосохранение. Видите, горит надпись loading. Что дальше происходит? Запрос на сохранение данных полетел на сервер. Доллар, там, точка пост, пошел на сервер. Но еще пока не долетел. Он вот немножко медленно работает. Ну, на парочку миллисекунд дольше, чем вот обычно, да, почему-то. А тест, не дождавшись, пока этот запрос отлетит, да, уже делает рефреш. Уже логиниться заново этим пользователям. И уже идет дальше на все остальные странички, проверяя, что там все заполнилось. И вот этот запрос, который должен был автосохранение сделать, он так и не долетел до сервера. И тест его не дождался. Все знают этот анекдот, да, Галина Викторовна, а как же сохраниться? Ладно, потом расскажу. Это просто время. Вот. И понять, что это произошло, вполне можно из логов. Вот тут я привел логи out, это application under test, да, это приложение, которое мы тестируем, серверные логи, и логи теста совмещены вместе в порядке, вот, в хронологическом порядке. Вот тест кликнул там первую, тест кликнул вторую, тест кликнул превью, да. Дальше тут видно, что полетел, это уже лог сервера, пост, полетел запрос пост на сервер. Еще ответа не прилетело, а тест уже кликнул на следующую кнопочку. Наоборот, слева это был лог какого-то предыдущего запуска этого теста, который был зеленым, который успешный был. В нем видно, что порядок запросов был такой, а в тот раз, когда наш тест упал, порядок запросов был такой. То есть одна хорошая практика, когда ваш тест падает внезапно, берете его логи, берете логи зеленого запуска и сравните между собой, и там наверняка что-то будет в другом порядке. Клик не в том порядке, запрос не в том порядке. И вот из этой разницы очень хорошо видно, что в плохом случае он кликнул раньше, чем успел прилететь этот запрос. Так что в целом хорошая идея читать и логи приложения, и логи теста, и их совмещать. У кого, кстати, есть вообще доступ к логам приложения? В принципе. Ух ты, круто, я думал, что меньше. А кто их в принципе читает, ну заглядывает туда? Ну, молодцы тогда, это хорошо. Два года назад гораздо меньше рук было. Но вот теперь встает вопрос, как же решить нашу задачу с сохранением. На самом деле более общее замечание, что тут у нас есть юзабилити еще. Теоретически с юзером может случиться то же самое. Он тоже может кликнуть, не дождавшись, пока сохранится. У него потеряется часть данных. Он будет долго ругаться, что он там полчаса заполнял эту страничку. Это же сложная страничка, правда? Там нужно документы какие-то поднять. А вот банк не сохранил, да? Он будет ругаться. На самом деле по-хорошему изобилитишу надо исправлять. Но мне надо было быстро тест починить, потому что, знаете, с флейки-тестами еще одна проблема. Когда эту фичу делали, он был зеленый. А вот у меня он упал, когда я делал свою фичу спустя полгода, и мне вообще не до того. Та команда уже куда-то исчезла, их не найти. Мне нужно по-быстрому тест исправить. Вот это еще одна проблема. Кто там будет вспоминать, как это было реализовано, рефакторить там все. В общем, по-быстрому я нашел такой хак. Подчеркиваю, это хак, но нашел. Значит, цель была какая? Кликнуем на первую страничку. Как-то нужно дождаться автосохранения, каким-то образом умудриться. После этого кликаем на вторую, дождаться автосохранения и так далее. Вот как его дождаться? При том, что визуально там ничего нет, никаких кнопочек, типа сохраняю, окей. Нет таких кнопочек, да? Вот, но как дождаться? И вот я придумал такой хак. Ладно, это не важно сейчас. То есть, ну, люди часто проверяют, что вот такие вещи, например, в jQuery глобальный перемен active, количество активных запросов, но это тоже нехорошая идея. Она тоже может быть в mainpray 0, а потом только полететь запрос, все это ненадежно. Надежно должно быть что-то, что мы контролируем, что мы добавляем, убираем, что мы кликаем, не кликаем. И вот я придумал такой вариант. В само приложение влез, добавил туда строчку, которая перед отсылкой этого запроса на сохранение добавляет атрибут autosaving. Какому-то там элементу, да? Атрибут. Юзер его не видит. А, ну класс даже класс. Юзер его не видит. Вот. Потом посылает запрос на сервер. И когда запрос успешно вернулся, она добавляет класс autosaved. Типа сохранила. Вот. Это коде приложения. Если у вас нет доступа к коду приложения, то теоретически даже можно извернуться и то же самое сделать не в коде приложения, а через прокси-сервер. Знаете, из теста можно запускать прокси, Selenit это делает из коробки. И прокси умеет менять всех HTML-респонсов на лету и может туда заинжектировать вот такой скриптик тоже. Но это чуть сложнее. Вот. И теперь как тест это использует? Как тест использует то, что там есть класс до сохранения, после сохранения. Тест, значит, заполняет форму, кликает кнопку дальше. Ой, нет. Сейчас. И проверяет, что у этого элемента появился класс autosaving. Это значит, запрос полетел. Дальше тест проверяет, что появился класс autosaved. Это значит, что запрос завершен, закончился. И все. Мы надежно дождались, что форма сохранилась. Можно идти дальше. Единственное, если есть проблема, многие, наверное, заметили, что с этой проверкой есть такая потенциальная ошибка, что вдруг этот класс на самом деле остался от предыдущего сохранения. Это тоже ошибка, которую очень легко забыть. Эту тему я дальше раскрою. И чтобы ее решить, добавил еще маленький кодик, который перед тем, как заполнять форму, удаляет этот класс. Вот. Надежно. Вот. И тут у нас появляется третий шаг, который называется arrange. Arrange – акт о сердце, да? Все знают. А-а-а. То есть перед каким-то действием нужно обязательно подготовиться. То есть создать необходимую среду, чтобы делать следующее действие надежно. Причем надо обязательно не забывать, что если в классическом юни-тесте arrange акт о сердце, это вот и есть три шага, из которых стоит любой тест. Один акт всегда обязательно должен быть. Ну, допустимо, несколько асертов. То в UI-тесте, как я уже упоминал, мы делаем обычно много шагов, мы проходим миллион страниц в течение теста. Поэтому вот этот arrange акт о сердце может повторяться много раз, но очень важно понимать, что вот arrange – это очень важный момент на каждом шаге. На каждом шаге. Каждый шаг. Перед тем, как какую-то кликнуть кнопку. А, сейчас будет. Да, это доклад, который я тоже сделал здесь, на SelimCamp два года назад. Там тему arrange я прямо раскрыл как бы еще полнее. Но там было больше про серверную часть подготовки, а сейчас про тестовую часть. То есть обязательно. Перед тем, как делать каждый шаг в тесте, не забывайте. Перед тем, как что-нибудь кликнуть, заполнить, куда-то пойти, обязательно проекте. А все ли готово? А все ли закончилось от предыдущего шага? А обнулилось ли там какое-то нужное состояние, которое вам нужно? А подгрузилось ли там все, что надо? А не грузится ли там в углу какая-нибудь непонятная хрень от предыдущего раза, которая нам сейчас все сломает, когда я кликну кнопку? Вот об этом всем надо не забывать. Этапа range означает подготовиться, то есть как бы убедиться, что ничего там предыдущего не мешает, что все, что надо, подгрузилось. То есть об этом надо все время помнить, об этом надо все время думать. Другими словами, хочешь поймать флейки тест? Все понимают, да? Думай, как флейки тест. Думай, а где я могу прокрасить, а где я могу что-нибудь сломать, а где я могу что-нибудь тормознуть, загрузку, чтобы в следующую секунду раз побахнуть. 3-4. Следующий пример у нас. Черт, время летит. О, 38 лет. Значит, был такой тест, который проверял, что на страничке где-то там должно быть 4 девайса, 4, ну, список авторизированных устройств для этого юзера, с которых он может логиниться, да, и что их там 4, вот он проверял. И он почти всегда был зеленый. Абсолютно, ну, вот зеленый. И очень редко, очень редко он падал. И падал с такой ошибкой, что здесь их было не 4, а почему-то 3. Ну, вот ошибка так выглядела. Говорит, я жду 4, а там у тебя сейчас 3, и ты смотришь, ну, вроде действительно 3. Смотришь скриншот, ну, вроде действительно 3. Смотрим вдумчиво тест. Что в тесте? В тесте строчка говорит, ну, вот, которая проверяет, что 4 элемента, потом проверяет их название этих ивентов. И кто-то уже заметил, да, что-то подозрительное в этом тесте. Ну, вот здесь проверяет сколько, ну, что 4 элемента, здесь проверяет их название, и что-то подозрительное, подозрительное. Да. Да, почему их 4, точнее, строк 4, а текстов, название этих девайсов 3. Вот это странно. Как такое вообще может быть? Так, и сейчас мы посмотрим видосик. Так, вот эта страничка, на которой список девайсов. Мы заходим на нее, вначале чего-то мелькает, такое быстрое, незаметное, да, что там конкретно происходит. Вот, и мы видим, что-то мелькнуло, и их действительно 3. Вот, и возникает вопрос, а почему тест всегда зеленый, то есть всегда их 4, блин, а сейчас почему-то 3. Что такого случилось? Что там такое мелькнуло? Непонятно, да? Давайте разбираться. Так, если очень сильно замедлить, посмотреть, что же там мелькает в замедленном действии, то мы увидим, что вот, это еще замедленнее тест, да, видео. Их, вот сейчас видно, что их было в начале 4. Их было 4. Что дальше тест делает? Он хочет удалить один из девайсов. Тест так называется. Юзер может удалить один из девайсов, да? Вот, он реально кликает кнопочку удалить. Оно удаляется. Их реально остается 3. И, ну, и как бы их и должно быть 3, вроде бы, логично, да? Это даже и логично. То есть, как будто, ну, их 3, их должно быть 3. То есть, тогда непонятно, а почему тогда было 4? Почему тест всегда зеленый был и проверял, что их 4? Вот это непонятно. Так, и эту мистику, эту загадку мы сейчас раскроем. Вот как выглядит исправленный тест. На самом деле здесь не хватало одного шага. Перед тем, как кликнуть кнопочку удалить, и Вася, надо было бы сначала убедиться, что их было 4. Ну, потому что вдруг их было не 4. Вдруг от предыдущего шага что-то не то осталось, что их кто-то еще удалил или кто-то чего-то лишнего добавил. Надо перед шагом убедиться, что там было столько, сколько мы ожидаем. Было 4. Потом кликаем кнопочку удалить и проверяем, что после удаления их осталось 3. Вот теперь это правильно исправленный тест. И тут все совпадает, что как бы их 3 и их название 3 после удаления осталось. Все хорошо. То есть было 4, стало 3. И теперь кто уже понял, а почему тест был зеленый, когда здесь было написано size 4? Хедер считался. Хорошая идея, но нет. Да, на самом деле 4 их было до удаления. И как бы этот тест успевал пробегать настолько быстро, что удаление еще не сработало. Он как бы кликнул удалить, но оно еще не успело сработать, а тест уже добежал до этой строчки, проверил, о, 4.4 норм, побежал дальше. И только в этот момент уже удаление срабатывает. То есть, да, ну да, что тут надо? Тут ничего не надо. Тут просто балабага в тесте. Часто люди критикуют, когда я привожу подобные примеры, что мы не хотим хардкодить эти числа. У вас тоже такое йокнуло? Типа, почему 4? Я не хочу хардкодить. Я хочу из Excel прочитать их количество. Все же, да, так думают. Нет? Никто? Вот. Люди говорят, не хочу хардкодить. Хочу, чтобы тест не зависел от их количества так сильно. Ну, там, добавил кто-то тестовых данных, чтобы мой тест не падал. Хорошо. Следующий пример об этом. Вот такой тест, как вам нравится. Вот он считает, сколько было депозитов вначале. Потом пытается закрыть депозит. Тоже нажимает какую-то кнопку, закрыть депозит, подтверждает там все дела. Вот. И в конце проверяет, что их осталось на один меньше. Вот. Вот этот тест в этом плане лучше, что он не зависит от тестовых данных. Кто-то добавит парочку новых депозитов куда-нибудь там в базу, в Excel, куда-то не упадет. Он будет зеленым. Вот. И вот он тест… Да, то есть у нас есть отдельный шаг arrange, казалось бы, отдельный акт, отдельный assert. Все красиво. Все по стандарту. Но однажды он упал вот с таким сообщением. И говорит, что их три на самом деле на страничке. И мы смотрим скрешот. Ну да, их действительно три. Как будто бы все хорошо. Вот. Но тогда возникает вопрос, а что вот это за хрень? То есть, ну, почему мы ожидаем, что там должен быть минус один депозит? Вот это вообще непонятно, да? И ответ вот здесь. Ответ вот здесь. На этом шаге arrange. Вот. Это на самом деле халтура, никакой не arrange. Это прямо халтура. Это плохо сделанный arrange. На самом деле мы тут ничего не подготавливаем. Мы только смотрим, сколько на тот момент было показано депозитов, а на тот момент список еще не подгрузился. Их там еще не было. Табличка еще была пустая. Поэтому в этой переменной было ноль. И поэтому на следующем шаге мы ожидали, что их там будет минус один. Вот это плохой тест, который я люблю формулировать вот так. Когда ты тестируешь UI, ты тестируешь UI, ты пишешь UI-тесты. Ты не имеешь права доверять UI. UI лжет по умолчанию. Ты только можешь проверять UI. Поэтому вот здесь брать через UI их количество неправильно. А вдруг UI врет? Нельзя. Никогда не доверять UI. В этом плане у нас часто идут споры, а можно ли использовать if и в тестах. If и в тестах использовать нельзя, если они зависят от UI. Категорически. Правильный вариант теста на самом деле был бы такой. Правильный шаг о range был бы такой. Так, прочитайте количество депозитов, но не с UI. Прочитайте его, допустим, из базы. Заселектите. И проверьте, и проверьте, что сейчас на экране такое количество. И вот тогда в этом случае, если они еще не подгрузились, то теленит дождется, пока они наконец подгрузятся, что их ровно столько, сколько надо. И тогда уже можно делать следующие шаги. Кликать, удалять, там все дело. Все тут начинают спорить обычно, что ой, нельзя из базы селектить, ой, в тесте мы не хотим SQL хархводить. Это уже как вы хотите. Главное использовать доверенный источник. Не UI, а доверенный источник. Это может быть SQL, это может быть какая-то ручка, рестапи, можете дернуть что угодно, можете из Excel прочитать, как вам будет угодно. Что угодно, но только не UI. UI доверять нельзя. Предпоследний пример. У нас был такой тест, который, опять же, обычно работал, да, но иногда падал, сравнительно даже часто, и тут можно было сравнить скриншоты. Вот когда он был окей, эта картинка, скриншот этого теста выглядела так. То есть, что здесь важно, background не важно, что здесь важно, здесь кнопка activate. То есть у него текущий договор, или что это за хрень, там даже не знаю, неактивная, и он при тесте ее хочет активировать. То есть он нажимает activate кнопку. А в те разы, когда тест падал, он пытался нажать кнопку activate, а такой кнопки тут нет. То есть у этого клиента почему-то уже есть активный хрень, договор, что бы это ни было. У него есть уже почему-то активный. Ну, сразу возникает подозрение, что может быть этот активный остался от предыдущего теста, что может предыдущий тест как-то его не почистил, не деактивировал, что это такое. Лезем в код, смотрим, как предыдущий тест там деактивирует. Действительно, мы видим. Есть автор метод, да, автор, который все знают, запускается в конце каждого теста, да. Он проверяет, что если у него сейчас есть кнопочка деактивировать, выключить, он ее кликает. Вот. У меня сразу возникает подозрение, ага, и в тесте, и в зависит API, ой-ой-ой, наверняка же это плохой тест. И мне тут даже не нужно никаких видосиков делать. Я смотрю логи, логи предыдущего теста. Нахожу вот тот раз, когда в Jenkins мой тест упал, нахожу, какой был предыдущий тест, смотрю его логи. Его логи вот выглядят вот так. Интересно, что вот это последнее логичное действие в тесте, тест закончился строкой, что да, мне удалось создать эту хрень успешно, все хорошо, но интересно, что после логически последнего шага есть еще несколько шагов в логе. Этот тест проверяет, что turn-off кнопочка была, видимая, и он ее кликнул. И что-то проверил там, что еще, ну что-то там, кликнул подтверждение. Это успешный, в случае успешного запуска. А вот в случае того запуска, который когда у меня валился, предыдущий тест закончился таким. Он снова говорит, да, успешно создал. После этого успешный был шаг, is visible, то есть он как бы успешно проверил, видимая ли кнопка, и дальше шагов никаких не было. То есть очевидно, что случилось. Вернемся на предыдущий слайд. Очевидно, что случилось. Вот этот if вернул false. В тот момент почему-то эта кнопочка не была видимая, поэтому он ее не кликнул. Хотя на самом деле мой тест завалился, потому что договор-то был. То есть в тот момент кнопочка еще, очевидно, не подгрузилась. Это просто еще один яркий пример, почему нельзя делать if на UI в тестах. Есть еще один момент. Алексей Баранцев, например, об этом писал подробно, что вообще очень плохая практика подчищать что-то в конце теста. Это в принципе плохая идея. Вот в автор это делать плохо. Хорошо это делать before. Arrange, шаг, перед тем, как начать свой тест, убедитесь, что там все в порядке. Удалите все ненужное, создайте все нужное. Через SQL опять же, да, там нужного клиента, там чего-то там, нужный договор создайте. И тогда уже делайте, кликайте все, что надо. Ну и еще раз, неправильно это делать через UI, а правильно почистить предыдущие договоры через SQL, надежный источник, не UI. Через SQL или каким угодно другим доверенным способом. Через API, ручку, сервис, что угодно, но только через UI. Так, ну и наконец в конце попробую рассказать более общий метод. Сколько минут осталось? Ну ладно, это, я надеюсь, недолго. Значит, я много рассказываю о том, вот были у меня такие примеры, я их полечил так-то. Были примеры, выяснилось, что проблема в том-то. А вопрос, а как же я нахожу их-то? Вот как же вам находить у себя причину, почему тот или иной тест упал? Как же вообще делать? Очень часто у меня это были очень длинные детективные расследования. Некоторые там длились, я в предыдущих докладах рассказал, там по два года были примеры, которые нашел в итоге совершенно случайно, просто как-то там была одна история про дочку и кубики, можете поискать. В общем, все интересно. Но общий метод, который я смог для себя выработать, он примерно такой. Как изучать флейки-тест? Вот у вас есть некий тест, который валится раз в месяц, к примеру. Очень редко, локально запускаешь, не повторяется. И ты такой, обычно все опускают руки, да? Такие, дай-ка я по дебажу, запускаешь зеленый. Дай-ка второй раз запускаешь зеленый, и ты такой же, опа, не знаю, что с этим делать дальше. Вот теперь знайте, что с этим делать. Ну, точнее, я так делаю. Может быть, у вас тоже так получится. Мы используем в проекте GitHub Flow. То есть каждая фича делается в отдельной ветке. Jenkins автоматически видит эту ветку и ее собирает. В этой ветке компилирует, прогоняет все тесты. Вот я создаю ветку. Даже могу показать наш Jenkins. И в нем сейчас есть парочки таких веток. Вот я их обычно называю на DEV. Это ветки с какими-то нормальными фичами, релизами, там траля-ля. Вот каждый релиз билдится. Чего-то прогоняются тесты. Я вот создаю отдельную ветку, чисто свою. Вот свою. DEV, чтобы там никто на нее не обращал внимания. Создаю, комичу, комичу в проекте вот эту ветку. И что я в ней делаю? Я в ней немножко меняю билдскрипт так, чтобы он запускал не все тесты, вот звездочка тест, а только один конкретный тест. И делаю так же, чтобы он запускал не один раз, как обычно, а там тысячу раз. Включаю видосики, естественно, при запуске этих тестов. И все, комичу эту ветку. Значит, Jenkins ее собирает, собирает, собирает. Обычно по опыту, когда я этот тест… Ну, вот он редко повторяется, да? Но если он тысячу раз его запускает, ну, хоть раз-то упадет, как правило. То есть это уже более-менее надежный способ повторить падающий тест. После этого, допустим, у вас начинает рождаться гипотеза, а вдруг он падает потому-то, да? А вдруг его можно исправить так-то? Проверить гипотезу можно так, что вы вносите в этой ветке изменения в код, говорите, а вдруг здесь нужно дождаться, пока там что-то заголовок загрузится. Вдруг это поможет, да? Вы это делаете, добавляете строчку, которая дожидается, пока заголовок появился, да? Комитите снова и позволяете Jenkins снова запустить этот еще раз. Соответственно, видите, если тесты покраснены, ну, все еще красные, значит, наверное, гипотеза была неверная. Значит, дождание заголовка не поможет, да? Это происходит в большинстве случаев. Почти всегда это происходит. Подумал, вдруг это. Не помогло. Вдруг это не помогло. И ты снова такой, жопа. Тогда я уже не знаю, что делать. Но иногда бывает, что помогает. Тесты зеленеют. Ты такой, не верю своим глазам. Запускаешь еще раз тысячу. Снова зеленый. Такой, да не, не может быть. Еще раз тысячу. Да, ну тогда точно, вроде да. Вроде действительно гипотеза была правильная. На эту тему один маленький пример покажу. Значит, у меня был один флэйкий тест, который очень редко падал. И выглядел он примерно так. Так, мы кликаем кнопочку заказать карту. И браузер зависает. Я покажу конкретно это место. Так. Ну, неважно, это там интернет-банк. Он, по-моему, кликает вот на эту ссылочку. Вот, что там, как будто там кликнут на карту или программу лояльности, что-то такое. И открывается вот такая страница. И вот видите, она сейчас открылась нормально, все хорошо. И тест там пытается дальше заказать карту, куда-то кликнуть, что-то выбрать тут. Вот. А в моем случае вот он на этом месте зависал. Так будет? Да. В моем случае вот на этом месте он кликает как бы на эту самую кнопочку. И браузер виснет. И через сколько там, не знаю, 10 минут, да? Или сколько-то он падает. И говорит, что тайм-аут exception. Тут даже теленюмовский тайм-аут exception. Селенид его даже никак не перехватывает. Типа я пытался загрузить страничку, и вот что-то не загрузилось. Рендерер тайм-аут. Я гуглил по этому тексту очень много. Очень много каких-то ишев селениями закрытых многолетней давности. Но никаких ответов я так и не нашел. Что это, блин, означает, я так и не понял. И тут как бы на картинке тоже было видно, что он попадает на эту страничку. То есть скриншот, отвалившийся от теста, вот и говорит вот так. Это означает, что он попал на эту страничку. То есть не так, что он кликнул ссылочку и там все зависло. Нет, он кликнул, попал на эту страничку и при попытке отрендерить эту страничку как бы висит. Браузер 10 минут или сколько-то, и вот падает. И стал опять же смотреть логи или даже стал заходить на эту страничку и возникла теория. А вдруг проблема в том, что здесь слишком много картин нагрузится. Там было видно в логах, что запрос на эту страничку прилетел, отрендовался быстро, а потом полетело много запросов на картинки. Появилась теория, вдруг тут большие картинки. Вдруг как-то в этом почему-то проблема. Хотя казалось бы, это localhost. Это локальный запуск, должно быть очень быстро, но вот вдруг. Можно даже попробовать. Вот мы на этой страничке. У нас выключен кэш, мы делаем рефреш. И тут видно, что пока эта страничка грузилась, хотя казалось бы, тут всего две картинки, загрузилась 2,5 мегабайта ресурсов. И забегая вперед, скажу, это я уже оптимизировал. Там было значительно больше, там было 6 или 10 мегабайт грузилось. Пока грузится эта страничка всего лишь двумя картами. Ну, по секрету расскажу, здесь на самом деле сейчас стоит фильтр, видите, отфильтровывается только определенная типа карты. На самом деле там внутри карт гораздо больше, и картинки грузились для всех. Они просто сейчас не видны на экране, но они все там загрузились. И следующее, ну вот так плохо спустя рукава сделали в программе или когда-то эту страничку. Ну вот так вот бывает. Но это не бага и откровенно, потому что у юзеров все работает. Единственное, в метро может очень долго грузиться. Вот. И по секрету скажу, что и вот эти маленькие картиночки, они тоже грузились в полноценные, полноразмерные, огромные картинки по несколько, там, не знаю, мегабайт каждый, огромные. В общем, появилась гипотеза, а вдруг проблема с картинками. Мой метод позволяет ее проверить. Я делал отдельную ветку, комичу, называю ее дев, хочу повторить такой-то флейки тест. Значит, проверяю первый, да, и он действительно тысячу раз запускается, и из них несколько раз зависает. Я такой, оп, круто, научился повторять. Поменял, значит, все картинки просто на маленькие однопиксельные картинки. Тупо, там некрасиво выглядит, понятное дело, глупо, но просто проверить гипотезу. Поменял на маленькие однопиксельные картинки, за два дня билд не упал ни разу. Каждый из этих разов это тысяча запусков, грубо говоря, да? По тысяче, по тысяче, по тысяче, ни разу не упал. Ну, похоже, что дело было действительно в картинках. Гипотеза типа подтверждена, да? Скорее всего, хотя фиг знает. То есть гипотеза, скорее всего, дело в размере картинок. Проверяю эту гипотезу с обратной стороны, добавил, наоборот, побольше картинок на эту страничку и больших картинок зафигачил туда, и видно, что билд действительно стал падать чаще. Не каждый тысяча запусков падает. Некоторые зеленые, но некоторые стали падать чаще, чем раньше. То есть, похоже, действительно, правда. В итоге вылечил флейки тест так, что… Ну, не сам тест вылечил, да? Реально отрефакторил эту страничку, залез туда, сжал нужные картинки, доработал логику джаваскрипта, что нагрузит только те, которые реально сейчас должны быть на экране, а лишние не грузит и так далее. С тех пор тест больше не падает. Что это значит? Это значит, что он упадет завтра. И проблем была не в картинках, правильно? Чтобы суммировать эту мысль, я приведу такой маленький комикс напоследок. Это когда такой умный, философский, прокачанный птенец говорит, рассказывает нам, что следить за тестами – это как печь эти маршмеллоу, зефирки. Нужно за ними постоянно следить, нужно их постоянно подкручивать, потюнивать, иначе в любой момент может подгореть. Вам, ребята, понадобится много-много времени и терпения. Блин! Вот это ровно то, что происходит с нашими флейки-тестами и с моими флейки-тестами постоянно. Ты такое, знаешь, рассказал на конференции. О, смотрите, я починил. Возвращаешься в офис, а он там красный. В общем, да, спасибо за внимание. Я надеюсь, что это очень поможет вам. Самая важная моя цель, когда у вас появятся флейки-тест, не опускать руки и не сдаваться, а видеть в этом челлендж, видеть в этом интересный вызов и возникнет желание, самое главное желание, докопаться до истины и узнать, в чем же там была проблема. Спасибо. Мой вам совет. На обеде все равно огромная очередь сейчас, так что можете пока поспрашивать вопросы. Да, вопрос там. Говори, я все равно буду повторять вслух вопрос. Ну ладно, хорошо. Здравствуйте, меня зовут Олег, я работаю в ЭПАМ. И у меня такой вопрос. Я сейчас работаю на мобайл-проекте, и вопрос флейки-тестов очень актуальный, потому что мобайл нестабильный в целом. Насколько адекватным есть решение реран-фейл тестов автоматически? Реран-фейл тестов? Реран. То есть у нас проходят тесты, и все зафейленные автоматически в конце реранятся и прогоняются еще раз. Ну, это часто используемая практика. Даже Google писал, что они это используют. И в Грэдли последней версии появилась опция как бы перезапускать упавшие тесты. Ну, можно с этим играться, но на мой взгляд это на самом деле не решение проблемы, а это замазывание симптомов говном, как бы, как вчера Коля сказал. То есть, ну, как бы это, конечно, поможет закрыть глаза на проблему, да, и может быть чувствовать себя спокойнее, но проблема-то остается. Ну, вот. Окей, спасибо. А у меня за лучший вопрос, знаете, есть маленькие призы, вот, хочешь? Маленькую шоколадочку эстонскую вот. Хочешь? Она классная, правда. Да, следующий вопрос. Здравствуйте. Я вам там pull request сделал, можно с вами будет обсудить после? Pull request, да, конечно, можно обсудить, да. Это супер, это отличная идея. Да. Добрый день, это меня зовут Дима. Я бы хотел вернуться к той части доклада, когда вы рассказывали по поводу добавления атрибута, ну, чтоб там чекнуть, ну, есть ли у нас там сохранение. Ну, я уже там UI и API уже занимаюсь три года на JS, но есть еще там более лучший путь. То есть, ну, по сути, мы можем использовать XHR запрос. Мы можем именно дождаться завершения. То есть, если у нас-то, ну, именно, ну, наша реализация будет токаряба, то ее еще можно в таймер поставить. И, по сути, это, ну, стопроцентное как бы прохождение тестов. И именно, то есть, на тофлаки, ну, то есть, уже там не возникает, но именно в этом моменте. Окей, я правильно понял. Ты предлагаешь вместо того, чтобы проверять класс или атрибут из теста, проверять, что закончился определенный нетворк запрос. Дождался, да, да. То есть, ну, сделать там триггер. То есть, ну, именно, ну, куча там доступных лип, ну, или же самим-то написать на XML, ну, как это там называется, JS там, и все работает хорошо. Нет, конечно, можно и так абсолютно. Это способ, который вы контролируете, поэтому это, конечно, хороший способ, да. Бесспорно. Да, это все. Ну, здесь надо не, извиняюсь, не как-то не забыть, что вдруг это предыдущий запрос. Все вот эти темы, они в силе все еще. Вдруг этот XHR, это какой-то другой запрос, который случайно случился именно сейчас. Ну, там же можно еще валидацию поставить на этот. Ну, хорошо. Не, ну, в общем, если вы все проверили, это точно тот запрос, то да, это хороший способ, да. Все, спасибо. Да, ну, вот смотри, шоколадочку, да. Куда сел-то сразу. Вот. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Я сейчас работаю на мобильном проекте и я столкнулся на днях с такой проблемой. В общем, когда идет работа с тостом в мобилках. То есть тост задуман таким образом, что он запускается, у него очень короткий жизненный цикл и он пропадает. Суть в чем? Проблема такая, я, кстати, уже там погуглил немного. Очень много людей имеют такую боль, что когда появляется тост, невозможно любое действие над ним провести. Например, проверку какую-то сделать. Потому что он пропадает из дом-дерева. То есть он появился и он сразу практически пропадает. И когда у тебя в тесте идет логика, ты вот хочешь, чтобы он появился, потом проверить, например, из дисплея или там какой-то текст у него есть, что-то такое. Вот в логе я смотрел, что вот момент, когда оно элемент находит, но как только оно переходит к следующему шагу, например, вот если у него такой текст, оно 404, получаешь просто элемента уже нет. На UI он есть, в дереве его нет. У меня два вопроса. Первый, как быть, если все-таки хочется над ним что-то произвести? Ну, я на самом деле, конкретно с тостом у меня опыта нет. Я тут не могу ничем помочь. Но первое, что приходит в голову, это опять же написать какой-то хак в приложении, который, к примеру, реагирует на события, что тост появился. Я надеюсь, можно как-то подписываться на такие события. И, допустим, запоминает где-то у себя все тосты, которые в принципе были. И потом их из теста проверять. Ну, первое, что приходит в голову. Но в JavaScript это вот помогло бы такое. Да, у меня вот второй вопрос. Первое, что мне пришло на ум, как это можно вот так вот немножко сделать. Ты можешь в момент, когда ты ищешь тост, ты можешь задать, например, какому-то экспасу, собственно, то, что ты хочешь в нем найти сразу, например, с каким-то текстом. И, в принципе, если ты выполняешь условия найти этот элемент с таким-то текстом, это уже является, в принципе, по сути, асертом. То есть, если ты его находишь, то есть ли смысл вообще по логике вещей потом над этим производить второй шаг, который, собственно, и падает, да? Проверять его на видимость. Ведь ты его нашел вначале. Это такой вот… А, ты хочешь сказать, что тост пропадает из дома, но его содержимое не пропадает из дома? Так что ли? Не-не-не, он пропадает. Но это вопрос такой, ну, религиозный немножко. Есть ли смысл вообще вот в этом проверке, если ты in the first place находишь элемент с таким-то текстом? А, ну, может быть, и нет. Ну, нет, ну, это ты сам решишь. Это, ну, как бы, религия – это дело такое. Как ты считаешь, нужно, так и делай. Мы же всемогущие в своей области. Ну, да. Ну, да, если я правильно понял, если он может… То есть, если этот текст может пропасть там в любую секунду, то да, то есть потенциальные флейки, да. Окей, спасибо. Да, там вопрос. Спасибо за доклад. Вчера столкнулся с такой проблемой. Поменяли компонент счета, вбивание номера счета. Там автопостановка счета по дефолту идет. И я с ленидом делаю клир этого филда, чтобы забить свой счет, да, допустим, поменять. Но он делает клир, очищает, но потом он подставляет вот этот счет, который был до очищения филда, и подставляет новый счет, который я сетчу. Вот как я уже замахался, если честно. Как его очистить? Он дубля счета делает и все. Делаю, выставляю тайм-ауты. Он мне показывает, да, между очисткой, между сетом. Очистил, а потом сразу подставился предыдущий счет и засетился новый. Как проконтролировать, я не знаю, как исправить это. Либо к разработчику бежать, чтобы он посмотрел, как компонент работает. Но я смотрел предыдущую реализацию этого компонента, но она ничем не отличается. И в нее влазили там в восемнадцатом году последний раз. Да, это распространенная проблема, что когда ты тестом что-то хочешь заполнить, а там происходит одновременно какое-то автозаполнение или автоформатирование. Это очень частая проблема. Но в худшем случае, если самому не получится понять, то да, нужно идти к разработчику. И это даже может быть окажется теоретически багом. Часто в таких случаях бывает багом, что и у юзера может случиться, что он вводит счет, а ему перетирают другим счетом. Так вручную оно не повторяет. Ну это может быть у тебя не повторяет, а бывают юзеры разные. Бывают юзеры быстрые, бывают юзеры на нескейп-навигаторе. Самое интересное, что этот компонент редактировался два года назад. Ну это вечность. Я зашел в код и посмотрел, какие изменения были. Это часто бывает просто потому, что хром обновился, фаза луны не та, это легко. Но в Selenity, если что, есть настройка fast set value. Я не знаю, знаешь про него? В Selenity есть configuration.fastset value равно true. Если прописать, то она будет устанавливать любые значения через JavaScript, и это надежно. Это быстро и надежно. Часто это помогает. Fast set value, быстрый set value. Он через JavaScript все эти значения и надежно работает. Еще вопросы? Спасибо за доклад. А как вы боретесь с flackiness environment, если локально все хорошо, а на удаленном environment все плохо? Например, сегодня environment загрузился за 5 секунд, header загрузился за 5 секунд, а завтра через 10. Какие рекомендации можете дать? Нет, ну тут все просто. Это на самом деле часто пытаются решать в тестах, но это та проблема, которую не надо решать тестами. Ее надо решать правильным администрированием, мониторингом. То есть на тестовом environment должен висеть такой же мониторинг, как на продакшене. Он должен, если там что-то медленное, должен показать красную лампочку, все дела. То есть, ну а тест желательно перед запуском теста как-то проверить, что если там красная, то есть сегодня тест environment нездоров, то тесты нет смысла даже запускать. Ну как-то вот arrange шаг первый, который быстро проверяет, что там все в порядке. Ладно, если нет мониторинга, тест можно сделать несколько каких-то простых запросов, типа API или что-нибудь такого на тестовую среду, типа дай мне там карты, например, или что-нибудь, дай мне там все счета. И нужно проверить, что это вернулось быстрее, чем за секундом, к примеру. Если медленнее, все, тест красный сразу, даже не надо запускать. Ну что-то такое. Ну то есть, а как еще? Ну второй вариант, если то, что медленный тестовый стенд каким-то последствиям ведет. Если это в принципе все работает, но просто все работает медленнее, то это решается легко. В Selenity можно увеличить тайм-аут. Не 4 секунды поставить, а 14 секунд. Ну просто все будет медленнее, но в целом все сработает. Тоже вариант как бы. У нас проблема, у нас очень много параллелей и нагружают один сервер. И вот в зависимости от того, какой скоб тестов сейчас нагрузит система, и от этого зависит, как быстро система от основного. Да, то есть разные тесты по-разному нагружают сервер, ты хочешь сказать. Это интересная уже история, но это уже более глубокий вопрос, надо думать. Ну не знаю, логично. Повысить перформанс сервер повысить, конечно, хорошая идея, но его можно бесконечно. Ну как бы ты сегодня повысишь, завтра у тебя постоянно такая же проблема, а теперь снова некоторые тесты чуть быстрее, некоторые чуть медленнее. Ну так что, не знаю, ну как бы если так думать, фантазировать наперед, то можно было бы выстроить совсем уж такую умную систему, которая знает про каждый тест, насколько он сильно загружает, ну например по тегу какому-то, и знает, какая сейчас загрузка сервера. И допустим, когда она выбирает каждый следующий тест для рана, она в зависимости от нагрузки берет либо тяжелый, либо легкий. Но это даже не очень сложно реализовать, но это вот уже какой-то кастомный такой G-unit runner там будет. На самом деле на некоторых конференциях чуваки рассказывают, что они примерно такое делают. У них в начале запуска, запускается движок для запуска тестов, который знает, у меня 10 тысяч тестов. Он про них что-то знает, да, какие медленные и быстрые там и так далее. Сколько они в предыдущие разы в среднем выполнялись долго-медленно. И он, грубо говоря, когда пришло время запустить следующий тест, он берет из этой пачки тест по какому-то алгоритму. Ну там сейчас подходит вот такой, сейчас подходит вот такой. Ну и таким образом, например, они добиваются равномерного запуска. То есть чтобы между потоками примерно одинаковое количество тестов пробежало. Ну вот такие вещи. Но это нужно не всем. Это нужно только в компаниях больших, где уже очень много тестов и так далее. Да, еще вопрос. Я не забуду. В каком пакете должны быть пэтч-обжекты? В мейн или в тест? Ну это даже не пакет, это source folder. Это опять же вопрос религиозный. Ну я лично вырос в тех районах, где пацаны писали и код, и тесты в одном проекте. И там абсолютно для меня натурально и логично, что в мейн лежит код приложения, продакшн код, и в наших всех проектах так делается. А в тест лежат все, что связано с тестами. Все. То есть грубо говоря, в моем мироздании папочка main – это все, что пакетируется в jar и потом посылается в продакшн. Папочка test – это то, что не надо в jar пакетировать. Это то, что билдится вместе с проектом и забывается. Это в моем мировоззрении вот так. Я знаю, во многих других компаниях делается не так. Там делается в отдельном проекте код приложения, и он пакетируется, ставится в продакшн, там все нормально. А в отдельном проекте пишутся тесты. И это делает отдельный отдел автоматизаторов, у них свой мир. Вот тут как бы… Ну, я лично считаю, что это в принципе неправильный подход. Но я понимаю, что это реальность у многих. И тут уже, ну, не знаю, как бы it's up to you. То есть как вам уже удобнее, если вам эти патч-обжеты удобнее в мейн вынести по каким-то причинам. Не знаю, удобнее их организовывать, удобнее код-ревью делать. Ну, вдруг вам так удобнее. Ну, можно. Но я вообще не знаю причин, зачем это делать. Здесь надо исходить из вопроса, а зачем? Какую проблему мы в принципе решаем? У вас вообще есть проблемы, которые надо решать? С этими патч-обжектами? Вот кто-то страдает, что они не в том пакете? Я ответил? Конечно, ремонт-браузер всегда запускается дольше, чем локальный. Ну, за исключением всей ситуации, когда твой локальный компьютер медленный, ну, реально старый какой-то лаптоп, а ремонтный – это мощный сервак с кучей памяти. Кстати, это тоже, в принципе, так часто бывает. Тогда, по идее, ремонтный должен быть быстрее. Но, знаешь, я… ну, то есть неизбежно ремонтный дольше, конечно. Мне рассказывали байки про то, что с населением гриди там send case вот эта операция, которая по одной посылает кнопки, она вообще дико медленная, потому что она… каждая кнопка посылает отдельные операции по сети, и там просто вот очень медленно выбивается текст. Ну, это жесть какая-то. На мобилке, да, возможно, тоже так, да. Но я вообще от себя хочу сказать, что… Да, ну, во-первых, короткий ответ, что с этим ничего не поделаешь, да. Но мне вообще кажется, что я не очень понимаю, а зачем люди запускают браузеры удаленно. Окей, и E у вас бежит на удаленно, на отдельном серваке, на винде, да? Да, да. Окей, ну, да, в таком случае это действительно нужно, если ты не хочешь эти браузеры у себя устанавливать, да? Да, да, да. Да, да, ну, это, конечно, аргумент понимаю. И да, короткий ответ, что с этим ничего не поделаешь, оно удаленное, оно будет медленнее, да. Но могу сказать, что один вариант, как мы использовали, когда нам нужно было тесты на E гонять, мы не делали так, что мы браузеры запускали удаленно. Мы делали так, что мы все тесты вместе с браузером запускали удаленно. То есть, грубо говоря, есть Jenkins, там на Linux, как обычно, и у Jenkins есть slave, ну, второй Jenkins, и он запускается на Windows сервере. Да, и там же, соответственно, есть Internet Explorer. И, соответственно, Jenkins, мы говорим, что вот конкретно вот эту джобу с параметром Internet Explorer запускай, пожалуйста, на slave, да? И на slave запускается, соответственно, компилируется проект, компилируются тесты, запускаются тесты. Все на этом slave, на Windows. И там же как бы локально запускается Internet Explorer. То есть мы делали вот так, и это, в общем, довольно быстро и эффективно работает. Особых проблем с этим не было. Шоколадку. В принципе, хороший вопрос, да? И ты задал уже вопрос? Нет. Нет, не задал уже? Вопрос, насколько, ну, считается, это тоже флейки, но, допустим, есть несколько тоже environment, и один из них Docker, и на всех остальных тесты зеленые, но только, например, на Docker и на каком-то другом сервере падают. Насколько можно применить ваш метод к этому, и как можно это инвестигировать? Так точно так же, запускать его по тысяче раз на том сервере, где он падает? Ну, там они падают постоянно, то есть там не будет каких-то логов, которые можно было бы сравнить. А, окей, ну тогда перезапуск не поможет. На самом деле, возвращаясь к тому, мечта с флейки-тестами, самый идеальный кейс – это когда он падает стабильно. Как бы, на самом деле, весь этот метод, для чего он нужен, чтобы научиться повторять падение. Если он у вас и так стабильно падает, все, ты шикардос, это самое лучшее, что может с вами случиться в жизни. Ну, дальше надо изучать, почему он падает. Смотреть логи, смотреть, почему проверка упала, смотреть скриншоты. Ну, в принципе, я вот в первом докладе про это рассказал. Там уже чисто логически надо изучать, что происходит, что ожидается, что на самом деле и правильно ли это. Ну, тут уже надо вникать, да. Ну, надеялось, может, какой-то ускоренный процесс. Ну, ладно. Спасибо. Да, и еще у меня есть парочка таблеток, которые вот выпишешь и сразу поймешь. Спасибо. Спасибо. Привет. Очень интересный доклад. Слушай, такой вопрос. Используете ли вы у себя на проекте дата тест атрибуты? То есть другими… Ну, понимаешь, да? Да, дата тест атрибуты. На мой взгляд, это такая штука вообще. Дом дерева – такая штука, которая достаточно нестабильная может быть в определенных условиях, да. И в таких случаях приходится самому создавать для себя атрибуты. И если вы это используете, то как часто и какие есть мысли? Дата тест атрибуты – это атрибуты, которые какой-нибудь типа дата тест ID добавляются в дом для всех этих элементов, которые потом удобно искать в тесте по вот этому ID-шнику, да. Мы такое иногда используем. В принципе, это, ну, наверное, хорошая практика. У кого есть доступ к коду, кто может себе позволить вот этот вот комфорт, да, самому добавлять атрибуты. Это круто. Многие ноют, что у них нет даже доступа, и они не могут добавлять. Им приходится заводить таски для девелоперов. Вот это жесть вообще. Мы в очень хорошей ситуации находимся. Нам это особо не нужно, потому что мы девелоперы… Я вообще разработчик, и мы сами разрабатываем приложение, сами пишем для него тесты. Продукты, да? Да. Поэтому мы сами добавляем любые ID-шники, любые классы, которые нам нужны. Ну, нам вот этот тест ID особо-то и не нужен, потому что у нас есть нормальный ID. Там, где нет, мы легко идем добавляем. Очень редко тест ID нам все-таки нужен. Это в том случае, если, например, там уже есть какой-то ID-шник, и, например, тебе для теста его как-то нужно поменять, но ты боишься, потому что хрен знает, вдруг этот ID-шник уже реально использован в продакшн-коде, где-то, и вот фиг знает, вдруг ты что-то сломаешь, тогда безопаснее добавить дата тест ID, да? То есть иногда использован редко. Да, ты упомянул, что используются классы, которые ты можешь в том числе сам управлять до приведения системы в состояние или после приведения, таким образом как бы отслеживая, да? Но класс это такая штука, которая в принципе, если ты не разработчик сам, да, например, кто-то отдельный, отдельные ребята пишут тесты, в таком случае я не знаю, какие у вас классы могут использоваться, для каких целей, и они могут цепляться за эти тесты, за эти классы, и в итоге это все отваливается. То есть вопрос здесь больше, наверное, в ключе того, насколько тебе кажется must-have вообще практика тест дата атрибутов, и насколько это улучшает, как ребята говорили, флейкин из тестов. Не, ну флейкин из конкретно это не поможет в этом плане. Оно поможет тебе написать в принципе тест, но более там флейки или менее флейки оно его не сделает. Ну, короче говоря, наверное, это хорошая практика. Нам просто повезло, как бы, что нам это сильно не нужно, но вот, наверное, это хорошая практика. И ты прав, что когда я добавил класс autosaved, я, в общем, рисковал тем, а вдруг от этого класса что-то станет невидимым, вдруг пропадет с экрана. Я взял на себя этот риск, и действительно безопаснее было бы вместо класса добавить какой-нибудь тестовый атрибут. Мне просто интересно, это лучше разруливать через разработчиков, то есть, например, объясним ситуацию, чтобы они сами делали определенное, подходящее, тестируемое дом-дерево. Или лучше реально договориться с самим коммитить, если есть такая возможность, у нас есть, с самим коммитить себе атрибуты, которые нам интересны. Не, ну, зависит от вашего процесса, от вашей компании. Я-то вообще всеми руками за то, чтобы разработчики участвовали активно в процессе тестирования. То есть тебе кажется, лучше они пускай это делают и будут в курсе того, что происходит, да? Ну, да, в моей идеальной картине мира, да, разработчики должны знать, участвовать, помогать всячески. Потому что, в принципе, разработчик должен быть заинтересован в том, что есть ребята, у которых все протестировано. Сам разработчик в этом заинтересован. Ну, потому что, если этого нет, то разработчику на самом деле плохо живется. Как бы его любое изменение может сломать продакшн-код либо в секунду, он будет бояться, что его наругают за это, да. Как бы, я вот всегда мечтал, чтобы мне приходили ребята и говорил, чувак, вот ты сделал рефакторинг, не бойся, сейчас мы все проверим. Ты вот нам только пара одишечек там добавь, там, как бы, и мы тебе все проверим. Я мечтал, чтобы были такие ребята. Окей, спасибо. Шоколадочку. Все? Нет? Закончились вопросы? Еще вопрос, да? И все на обед, да? Да, еще вопросик. А если опторизация идет через доступ к приложению, идет через авторизацию Гугла. Ну, а получается, иногда тесты гоняются, все хорошо, иногда он говорит, вот подтверди, что это ты, веди капчу, допустим. Вот как решить эту проблему? Да, как решить проблему, когда авторизация через внешние сервисы типа Гугла? Об этом я как раз рассказывал в докладе о рейндж-мозафака. Здесь же на Селим Камп. То есть, если вкратце, то все внешние сервисы, которые от тебя не зависят и которые ты никак не контролируешь, которые могут в любой момент быть там быстрее или медленнее, здесь это подробно расписано, все внешние сервисы нужно как-то эмулировать, мокать, да? Нужно не настоящий Гугл использовать, а типа эмулятора Гугла, который тебе, ну, который подключается только в тестовой среде. То есть в продакшене настоящий Гугл, в тестовой среде твой Гугл подключается. И там даже не надо писать в никакой сложной логике. Он всегда может отвечать, типа, если твое имя на А начинается, то всегда true, типа, ты залогинился, а если не на А, то тогда всегда false. Ну, к примеру, или что-то такое примитивное, да? И все, и ты во всех тестах можешь использовать сервис, он будет отвечать моментально, надежно, не нужно ничего ждать, и никакой капчи там спрашивать не будет. Спасибо. Здесь конкретно были примеры, как это делается технически. Вот.